Срок начала до офшеризации продлен до 15 июня. Амнистии до 31 декабря 2015 года, сообщил министр финансов Антон Силуанов. Бизнес рассчитывал на более длительные сроки. Правительство рассмотрит закон об амнистии капитала уже в четверг. Принять его планируется до 1 июня. А декларацию можно подавать до конца года, сообщил глава Минфина Антон Силуанов. На эту информацию будет распространяться режим налоговой тайны. В законе будут специальные нормы о том, что эта информация не сможет быть использована в каких-либо разбирательствах, будь то уголовных, налоговых, административных и так далее. Срок подачи декларации законопроектом установлен до конца года. До 31 декабря желающие амнистировать свои имущественные комплексы, доходы, должны подать декларацию в налоговый орган. Профильный думский комитет разрабатывает различные варианты амнистии. Среди них, например, предложенный бизнес-омбудсменом Борисом Титовым. Вариант с 1-2% декларационным сбором, а другой вариант амнистии вообще будет бесплатный. Президент перенос сроков начала амнистии поддержал и заявил, она может помочь в реализации другого закона о контролируемых иностранных компаниях. Правительство Российской Федерации под руководством председателя принимало и приняло уже окончательное решение по подготовке законов об амнистии капитала и совершенствовании налогообложения так называемых контролируемых иностранных компаний. До 1 июня примем закон об амнистии. И, значит, участники экономической деятельности, посмотрев принятый и подписанный президентом закон об амнистии, могут принять решение о предоставлении информации о контролируемых ими компаниях за границей. Спасибо.